А добрые ли руки? Уголовное дело в отношении организатора Центра временного проживания пожилых людей на улице Самаркандской отправляется в суд. Напомним, родственники постояльцев учреждения пожаловались, что вместо лечения и ухода пожилые люди получали там синяки и пролежни. Ситуация с приютом добрые руки вышла на федеральный уровень. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял его под свой контроль. Тему продолжит Елена Иговцева. Об условиях содержания в Центре временного проживания пожилых граждан рассказала наша телекомпания Любовь Почуфарова. Женщина ненадолго отправила свою старенькую маму в дом престарелых. А когда забрала обратно домой, обнаружила у той страшные болячки по всему телу, следы от укусов насекомых и пролежни. О бесчеловечном отношении к старикам поведали и бывшие сотрудники пансионата. Питание было вообще плохое. Медикаментов толком не было перевязок. Если там пролежни были с клиентами, тоже толком не было перевязок. Место находилось буквально часа два-три. За целый день и всё. На 16 пожилых и практически беспомощных людей была предусмотрена одна сиделка. По рассказам постояльцев, у них отсутствовало постельное бельё. Не были предусмотрены прогулки. Специалисты также зафиксировали грубое нарушение правил противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. В случае ЧП могла случиться серьёзная трагедия. В случае чего, если бы там реально эти нарушения привели к чрезвычайным ситуациям, они бы не смогли сами защитить себя. А в тех условиях, которые там существовали, силами нанятого персонала было бы затруднительно или невозможно их спасти. В отношении руководителя центра возбудили уголовное дело по статье. Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Потерпевшими признано 16 человек. Для возмещения ущерба было арестовано имущество предпринимателя на общую сумму 20 миллионов рублей. Первое судебное заседание состоится примерно в начале осени. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова